Девушки отдыхают А состоит вопрос, сможет ли решить всемирную проблему? Проблема сейчас заключается в том, что люди относятся немножко неправильно друг к другу. Как повелел апостол Иисус, относитесь к ближнему так, чтобы относились и к вам. Даже президент не сможет решить ту проблему, которая настигает нас всех. А в этой книге написано все. И уже все написано. Я лишь простой увещеватель. Дело здесь в том, что расцветают уже почки. Пора задуматься. Книга Карам. Самое священие. «Ла иллаха илля Аллах Мухаммадам Расулу Аллах». Это говорится, что я признаю, что Мухаммад посланник Аллаха и Бог для нас всех. Он единый. И некоторые структуры, которые, может быть, мне не нравится в данный момент, что ни один губернатор не сможет остановить то, что, наоборот, этот губернатор только ужесточит эту проблему. Натиск, притеснение ислама. Кто имеет право оскорблять ислам? Никто не имеет права. Даже в присутствии в сегодняшнем и в данный момент оскорбления я присутствую. Оскорбление, братья мои, заключается в том, что книга Коран не несет терроризм. Книга Коран несет любовь, процветание, понимание Всевышнего Творца. Пора сесть и задуматься. Мы все работаем в этом мире и совершаем работу государственную. Но не совершали времени нам, не предоставляли совершать работу духовную. А мы все люди, мы все ходим под одним Аллахом. Задайте вопрос. ...относит к тому, что Дмитрий Медведев внос поправки в статье Конституции. Касаемо сроку президентской службы и службы Господа. Я думаю, те Конституции, которые установил господин Медведев и те Конституции, которые двигаются с того момента, как я нахожусь у вас. Я не у вас. Мы все одно целое на одной земле. Но эти поправки бессмысленны. Я даже не том, что не боюсь. Он тоже человек такой же, как и я, и как и вы. Он просто занимает должность. Но самая главная Конституция это в Коране. И она должна править миром. И один должен быть правитель. А то, что сейчас в правителе существует, это не правители. Это просто люди, такие как мы. Я желаю всем очищения. Благого очищения и выздоровления. Насчет курения я согласен. Немножко поправка идет с хорошей стороны. Оздоровительный характер несет в этом мире. Если говорить именно о сроке президентской службы и Господа. Как вы считаете, сроки... Правильно, я думаю, что с 4 до 6 лет это нечего. Я думаю, что здесь таится вопрос совсем другой. Какой? За президентской, за Конституцией поправки, что 6 лет. 6 лет удержать и попытаться внести какие-то изменения. Но Всевышний Аллах лучше знает. Кроме Него никто не сможет справиться с этой проблемой. И пора. Время наступает. Нам всем задуматься. Даже президенту. Мы все будем стоять в этом дне. Все писания, братья мои, сбылись. Ждите. Часа и секунды знает только и владеет уммой только Всевышний Творец. Сейчас Конституция одна дана Исламом. Это Коран. И кто ее не признает, мы будем все. Не страдать. Здесь дело не страдания в нашем мире. Мы пришли сюда, пришли в этот мир не для того, чтобы смотреть на тебя и принижать тебя. Мы должны наоборот слабо говорить, иди сюда, попробуй здесь, сироты. Ни в коем случае не обижайте. А кто знает, что ты сирота или не сирота? А Ислам говорит, не обижайте сирот. Почему? Потому что никто не знает. Ибо относитесь ко всем одинаково. Я желаю вам всех благ и процветания в вашей работе, в таком плане, чтобы несли людям нравственный характер. Я знаю, что вы сейчас проводите какой-то тренинг для... Вы только начинающие. Начинающие. И это я понимаю. Смысл не в том, что я тоже разговариваю с вами как... Разговаривал как с настоящими. Не потому что я вас серьезно пущу. Вы поймите мне правильно. Я знаю, что это все как бы с одной степени камера, но с одной степени я вижу какой-то молодой человек, и только начинающий. И у вас все впереди. Но не забывайте те слова. Почитайте родителей, они самые святые. Аллах сказал, я наверху, а вам посылаю родителей, почитайте их. Мать и отец для нас всех это судьба. Спасибо. Берегите родителей и подчиняйтесь. Они вам вреда никогда в жизни не принесут. Вам мира. Желаю. Взаимно.